Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. Кировскую область нужно оценивать по инвестициям, а не по фильмам. Так прокомментировал в нашем эфире предприниматель Алексей Кузьмин выход на канале «Россия-24» фильма про Кировскую область. Это часть цикла рассказов о регионах. Авторов фильма свозили на успешные кировские предприятия, в обновленную областную больницу, в Кванториум. И они представили на всю страну Кировскую область регионам с богатой историей, с развитой промышленностью и устойчивой экономикой. Лучше надо акцентировать внимание на количество инвестиций, которые предприятия вкладывают в Кировскую область. Она очень низкая, очень плохая. И не стоит ей хвастаться, поэтому ни в одном информационном ресурсе публично массово эту цифру вы не найдете. Ситуация вокруг ковида и действия правительства или бездействия. Ситуация с инвестициями предприятий в основной капитал, инвестициями из других регионов, из-за границы. Вот это гораздо важнее, интереснее и показательнее, нежели какой-то там ролик на «Россия-24». Это видео показали в прошлые выходные. Кировская область закупает ноутбуки на 121 миллион рублей. Это техника для центров «Точка роста» по нацпроекту образования. Пользоваться ноутбуками будут для обучения математике, информатике, физике, биологии, химии. До 2024 года в Кировской области планируется открыть 325 центров «Точка роста». Тем временем, закупки планшетов для Минобра несколько лет назад стали поводом для уголовного дела. Отобранный по конкурсу поставщик привез технику, несоответствующую техзаданию. Когда это обнаружилось, он изменил маркировку техники, программное обеспечение и выдал за нужные модели. Недавно эти планшеты на 8,5 миллионов рублей у продавцов конфисковали. В завершении о валютах доллар на сегодня 78 рублей 94 копейки. Копейки и евро стоят уже почти 90 рублей 89,15 сегодня. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ. 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 Программа «Экономика» на 101ФМ.